Это проект Смотри Хабаровск в студии Дмитрия Павленко. Из-за приостановки деятельности иностранных компаний по предварительным оценкам без работы могут остаться 700 человек в Хабаровском крае. По стране цифры достигают 200 тысяч. И ключевое тут, во всяком случае пока, могут остаться без работы. Пока многие получают зарплату, а фирмы не сжигают мосты окончательно. Как будет на самом деле, покажет время. Тем не менее, на рынке труда уже начались подвижки. На днях онлайн-платформа по поиску работы HeadHunter опубликовала данные о том, что конкуренция за вакансии выросла. Если 4 недели назад у нас в регионе на одну вакансию приходилось 3 резюме, то сейчас почти 4. Что, в принципе, укладывается в норму, но все-таки вызывает вопросы. О рынке труда мы поговорим с директором дальневосточного филиала HeadHunter. С нами на связи из Владивостока Ксения Аверина. Ксения, здравствуйте. Здравствуйте. Итак, ну, смотрите, мы с вами буквально вот в начале февраля в этой студии здесь, в Хабаровске, встречались и говорили о том, что рынок труда – это рынок соискателей, то есть они как короли на этом празднике жизни. Изменилось ли что-то с тех пор? Ну, еще в январе этого года мы говорили, что живем в новой реальности. Мы сравнивали ситуацию с той, что была в 2020 году, так называемым ковидным годом. С ностальгией вспоминали 2019, а сегодня, после 24 февраля, мы называем уже сверхновой реальностью. И для понимания изменений сравниваем текущее положение дел всего лишь с недели, последней спокойной, с 14-го числа. И если весной, о том, о чем мы говорили в начале февраля, с приходом коронакризиса спрос на сотрудников резко снижался, за исключением медицины, там искали всех, а затем летом работодатели адаптировались, начали восстанавливать спрос, активность кандидатов, хоть и не спешила, но тем не менее поднималась, то после 24 февраля картина изменилась. Число вакансий сейчас уже снижается, оно начало снижаться буквально сразу, а число активных резюме, наоборот, начало расти. И некоторые компании вошли в режим ожидания, они приостановили найм новых сотрудников, а соискатели, напротив, активизировались. И тут, конечно, нужно отметить то, что немалая часть соискателей обновляют и публикуют сейчас свои резюме, что называется, на всякий случай, чтобы пощупать рынок, свои перспективы понять, и вследствие, если вдруг что-то произойдет, быть готовыми, но не вследствие увольнений. Картина по стране синхронно повторяется по всем регионам, и нельзя сказать, что мы на Дальнем Востоке или в Хабаровском крае как-то отличаемся. Хорошо, но тем не менее, рынок, вот так, Headhunter публиковал исследование, что как бы конкуренция за вакансии растет. Означает ли это, что работодатели более вольготно теперь себя чувствуют и начинают более требовательно относиться к кандидатам? Я бы не сказала, что они до этого не были требовательными, но за первые три с половиной недели мы пока не видим каких-то особых движений со стороны работодателей глобальных. Да, есть ощущение, что работодатели выжидательную позицию заняли, но все-таки политика сохранения кадров, она сохраняется. На нашей памяти еще свеж опыт прошлого ковидного кризиса, когда были обкатаны такие решения, как изменение мотивации, сохранение, частичное, возможно, сокращение окладов, перераспределение обязанностей. Поэтому, если мы говорим про текущих сотрудников, то с ними пока никто не расстается глобально, а если мы говорим про требования к новым соискателям, то они не сильно отличаются от тех, которые были до этого. Про конкуренцию на рынке труда за вакансии. Можно ли какую-то разбивку по отраслям? Где какие тенденции намечаются? Так сложилось, что на Дальнем Востоке мы всегда имели дело с низкой соискательской конкуренцией. И действительно, у нас людей мало, и из-за них всегда был дефицит. В 2021 году с аналогичностью картины столкнулась вся страна из-за возросшего спроса. Но сейчас картина как раз действительно меняется, так как активировавшиеся соискатели повлекли за собой рост уровня конкуренции. Еще в первой половине 2021 уровень конкуренции составлял в среднем 4 человека по стране на место, а в начале 2022 она примерно на том же уровне оставалась. То за последние 3,5 недели конкуренция начала расти, причем достаточно быстро. К концу прошлой, можно сказать, недели она составляла уже 5,3 соискателя на место. Среди регионов по большей конкуренции стабильно Москва, Московская область. А вот если мы говорим на Дальнем Востоке, то у нас за последний месяц порядка 3,5 резюме на одну вакансию было, и, собственно, выросло до 4,2. Сейчас больше всего конкуренция выросла у начинающих специалистов на одно предложение. Там порядка 9,5 резюме. То есть достаточно высокое. И также в административном персонале около 5,5-5,4 соискателей на место. В Хабаровском крае высокая конкуренция также отмечается среди юристов, там 9,3 резюме на одно рабочее место. Ну и также в административном персонале, как и в целом по Дальнему Востоку, 6,5 человек на одно рабочее место. И мы также отмечаем растущую конкуренцию среди молодежи. Вот эти начинающие специалисты с опытом до полутора лет, либо вообще без опыта, это 8 человек на одну подходящую вакансию. Здесь как-то поменялось, повлияло ли, может быть, и существует ли оно, какое-то географическое перераспределение. То есть я о чем? Москва с большим количеством иностранных представительств, которые сейчас на паузе стоят. Люди, ну кто-то уезжает за границу, там тот же Google, да, вот буквально на днях появился нович, что вывозит сотрудников. Но кто-то вот в Москве, возможно, из тех же регионов когда-то приезжал, сейчас такой, а не вернуться ли мне домой? Вот не наблюдается ли такого обратного оттока в регионы? Статистики именно по фактическому оттоку у нас, к сожалению, нет. Есть соискатели, которые отмечают желание и готовность к переезду, пока глобальных исследований не проводили еще сильно рано. Но да, сейчас же ходит много разговоров о переносе центров притяжения с Запада России на Восток, формировании новых финансовых, производственных, логистических узлов, переориентация на рынок Азии. Но так как этот процесс еще не начался, ситуация в мире еще не вышла на стабильный уровень, рынок еще не успел отыграть, поэтому глобальных каких-то перелетов, переездов обратно нет. Но соискатели традиционно смотрят вакансии в разных регионах из страны, в том числе и из центральной части Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодарского края. У нас откликались и раньше соискатели на дальневосточные вакансии, поэтому мы думаем, что за этой ситуацией однозначно нужно наблюдать. И я думаю, что когда мы выйдем в апреле либо к лету уже на более большие цифры, когда можно будет говорить о тенденциях, конечно же, с удовольствием поделимся. Если говорить про этот разворот на Восток, случился ли он у предпринимателей, я имею в виду, чаще ли стало появляться, к примеру, где-то в вакансиях, знания китайского языка приветствуются или обязательно? Вот что-то такое, наше дальневосточное что-то. На нашем дальневосточном рынке и до пандемии, до 24 февраля присутствовали вакансии китайских компаний с релокацией и без, а также вакансии российских компаний, работающих с рынком Китая, с местом работы либо в городах России, либо в городах Китая. И они по-прежнему публикуются на портале ХХРУ. Некоторые вакансии опубликованы сразу на китайском языке, чтобы проверять уровень знания китайского там, где он требуется. Но взрывного роста пока их количество мы не зарегистрировали. Пока смотрим, и основной поток вакансий таких, он и был, и остается в таких профобластях, как транспорт, логистика, продажи разного рода, B2B, B2C и строительство и производство. Ну да, наверное, попозже поговорим, когда уже рынок, какие-то более масштабные подвижки на нем произойдут. Но, кстати, а вот это вот все-таки правосточность, знание китайского, оно к стоимости работника сколько добавляет и добавляет ли? Ну, наверняка ведь. К стоимости заработной, если говорить про заработную плату, то заработная плата зависит от ряда совокупности факторов. То есть это и направление позиции. Если это узкий специалист, то он будет дороже. Если рынок ими не насыщен, то это будет выше заработная плата. Допустим, когда шли глобальные стройки на Дальнем Востоке, и не было специалистов, которые бы владели определенными, что называется, hard skills, или у которых был бы опыт в стройке или в работе на оборудовании. Их не было, их привозили, и это было намного дороже. Есть компании, которым необходим китайский язык, которым необходим опыт работы с китайскими компаниями, и они действительно готовы добавлять к заработной плате тот или иной процент. Все очень сильно зависит и от компании, и от ситуации, и от конкретного города. Кстати, по поводу конкретных городов. Недавно, когда новость была про Кока-Колу, сначала говорили, что все, забываем про газировку, но потом все-таки такие новости сказали отменить, потому что, в частности, во Владивостоке есть завод той же самой Кока-Колы. Вот такие большие работодатели, которые, кстати, в список, в рейтинг ХХРУ попадали в начале года, который был как самый масштабный, там очень много иностранных компаний. Их поведение как-то сейчас изменилось? Что-то происходит? На те компании, которые были вынуждены приостановить свою работу ввиду санкций, они, как мы знаем, по крайней мере, пока не объявляли о сокращениях, они пока свой персонал придерживают. Кто-то продолжает найм специалистов, кто-то найм уменьшил, кто-то в полном объеме. Тем не менее, пока от компаний, которые остановили свою деятельность, каких-то резких движений нет. Все-таки рынок российский – это достаточно большой объем. И все прекрасно понимают, предыдущие кризисы 2009 и 2014 года научили всех, что если с персоналом расстаются, то потом, когда нужно опять выходить на рынок, опять работать, его очень тяжело опять собрать. И поэтому в 2020 году, я думаю, что вы заметили это все, таких резких движений, как в предыдущие кризисы, уже не было в связи с персоналом. Поэтому пока смотрим. Я думаю, что на обкатанные схемы на коронакризисе уже будут в большей степени уповать те, кто в итоге останутся на рынке. Если говорить о динамике зарплат по отраслям, либо в целом сейчас что-то происходит? По уровням заработных плат, как предлагаемой, так и ожидаемой, каких-то глобальных изменений тоже пока не успели зарегистрировать, но есть рост. Так, с января-февраля текущего года в Хабаровском крае медиана предлагаемой заработной платы составляла порядка 50 тысяч рублей, по данным ХХРУ. А в период с конца февраля по текущей даты, уже после 24-го, это уже 55 тысяч. На Дальнем Востоке динамика аналогичная, с 56 на 59 тысяч медианно выросла. И ожидаемые зарплаты, те, которые указывают в своих резюме соискатели, на Дальнем Востоке и в Хабаровском крае, в частности, в январе-феврале, и сейчас держатся на уровне 50 тысяч рублей. Так, ну, рост зарплат, я не очень понимаю, можете ли как-то помочь мне это проанализировать? С одной стороны, есть риски и как будто настроение в целом о том, что спад в экономике, и, возможно, какие-то предприятия позакрываются, и вроде бы как не будет где, не будет такого большого предложения рабочих мест, и как бы хотелось бы цепляться уже за то, что есть, как будто такое настроение должно гулять, но все равно соискатели нет. Нет, я себя как бы, извините, не на помойке нашел, платите. Так? Ну, почему? Сказать, что мы сейчас повернулись на работодательский рынок, пока еще нет. Рынок пока еще соискательский. Но есть тенденция, что из нашей страны частично уходят не игроки, а сотрудники и специалисты, которые были иностранными. И на их место сейчас усиленно ищут соотечественников. Не так много этих позиций. Кроме этого, соискатель все равно видит количество вакансий. Хоть их и уменьшается, их за 2021 год было очень много. Мы пока не можем сказать, что они сейчас сильно превышают количество вакансий. Вакансий мало, и соискателей сильно много на них. К сожалению, пока индекс говорит об обратном. Поэтому кто-то еще не успел сориентироваться на рынке. Кто-то, возможно, еще оставаясь при рабочем месте, пока не демпинкует, что можно сказать. Поэтому пока ситуация глобально не поменялась. Некоторые работодатели даже увеличили заработные платы в силу того, что, грубо говоря, дырка образовалась внезапно, и нужно закрывать ее достаточно быстро. Поэтому вот так. Кроме этого, нужно не забывать про IT-отрасль, которая все еще находится в дефиците. Она тоже играет роль. Кстати, да, про IT в двух словах, что происходит. Государство заявляет о какой-то невероятной поддержке. Растет ли количество вакансий, наоборот, растет ли количество резюме. Что в IT-сфере? IT-специалисты, они традиционно, как я сказала, в дефиците по всей стране, да и в мире тоже. И этот дефицит пока видно, что сохраняется. Но глобально по профобласти динамика та же, как в целом по рынку. Количество вакансий чуть-чуть снижается. Количество резюме становится побольше. Если говорить про Хабаровский край, там на 23% за неделю снизилось количество вакансий. А количество резюме активных выросло на 33%. И индекс, но индекс у нас все равно, 2,9 специалиста на одно место. Это при 5 минимальных удовлетворительных, это достаточно мало. При этом ожидания у соискателей в IT-отрасли как раз выросли. По сравнению, если говорить все, в среднем по больнице в целом зарплатные ожидания остались на Дальнем Востоке. У IT-шников они выросли в целом до 60 тысяч рублей. То есть предложение от работодателей ниже, чем ожидания у соискателей. Как вы считаете, насколько это соответствует рынку? У меня в голове просто такая картина, что да, часть IT-специалистов работала где-то на аутсорсе с западными компаниями. Получали деньги в валюте. Сейчас проблемы с валютой вообще, с тем, чтобы получать, выводить и прочее. Возможно, кто-то в биткоинах, конечно, получал, все нормально. Но, допустим, вот такая схема. Западные компании вроде бы уходят. И, наверное, есть еще какие-то культурные особенности, что им, возможно, с русскими специалистами-то и неохотно работают. И, казалось бы, понятно, что еще не соискательский рынок. Но предложение для IT-специалистов тоже немножко убавилось. И вы говорите, что количество вакансий сократилось. И опять-таки все равно IT-специалисты говорят, нет, мы себя не там-то нашли, давайте денег. Как противоречие как будто бы есть в этом. Тут нужно с двух сторон смотреть на историю. С одной стороны, конечно, на Дальнем Востоке, в принципе, было не так много предложений от работодателей из IT-отрасли. Даже у соседей в Сибири действительно тоже побольше. И их не было много, их чуть-чуть сократилось. Но и их недостаточно было для тех, кто находился. Это с одной стороны. И с другой стороны, нужно не забывать о сущности IT-специалиста. Он может работать удаленно. И здесь как раз он может работать на компанию, находящуюся в другом регионе. Он может работать на компанию, находящуюся вообще вне России. Это тоже у них доступно. И немаловажно то, что некоторые IT-специалисты не привязаны к территории России. Они могут спокойно выехать за пределы, оставаясь трудоустроенными. Либо работая на своего работодателя за пределами. То есть IT-специалисты все-таки это более гибкая сущность. И они могут себе позволить передвигаться. Кроме этого, здесь позиция такая, что у IT-специалиста очень сильно заработок зависит от опыта, от портфолио, если можно так сказать. Потому что начинающий специалист получает условно одну сумму. Если он набирается опыта или у него опыт более шести лет, он является специалистом в более узкой сфере, например, какой-то из направлений, то это уже совершенно другие деньги. Кстати, про поддержку. 20 марта Михаил Мишустин на заседании правительства сказал, что будут предоставлять компаниям субсидии тем компаниям, которые будут брать молодежь. То есть специалистов до 30 лет. Какой-то всплеск со стороны работодателей случился, что больше вакансий для этой категории людей появилось? Лучше сказать о том, что интерес работодателей Дальнего Востока и Хабаровска, в частности, к молодым специалистам, он и не падал. Как он был до кризисного времени, так и остался. Любимая работодателями возрастная когорта соискателей – это 20-24 года. Мы про это даже раньше говорили. Тогда молодой специалист еще не имеет больших зарплатных амбиций. Его нет необходимости переучивать. Есть возможность адаптировать быстро и качественно. Так вот, по официальным данным Росстата, эта когорта за 10 лет сократилась вдвое. В стране происходит активное вымолаживание специалистов на рынке труда молодежи. И с каждым годом молодежи все меньше. Поэтому у нас так называемая яма. И выделение государственных субсидий бизнесу для трудоустройства молодежи связано с тем, что этой категории россиян часто, в принципе, сложно найти работу. Некоторым работодателям, особенно во время турбулентности экономики, например, нужны готовые специалисты. Они придут и начнут сразу эффективно работать, без времени на обучение. Поэтому неопытным соискателям они реже дают предпочтение. Но тут нужно, с другой стороны, конечно, отметить, и что молодые специалисты, в свою очередь, не хотят идти на открытые, например, синевородничковые вакансии, вместо тех, кто там освободился, либо увольных специалистов на предприятие. Они хотят меньше работать руками, это повсеместно, но при этом, конечно же, оставлять у себя достаточно хороший уровень заработка. Поэтому открытые вакансии не особенно их привлекают, но не всегда их привлекают. И тут, конечно, шансов получить хорошую должность без опыта, несмотря на господдержку, все равно немного, поскольку бизнес заинтересован в квалифицированных сотрудниках. Поэтому вот такая мера. Посмотрим, как это работает. Ну да, действительно интересно, если есть какая-то вакансия, есть пустота, ее можно заполнить либо опытным человеком, либо молодым без опыта, но с субсидией. То есть здесь, конечно же, просто включается бизнес и считает, а что мне будет выгоднее, получить деньги от государства и научить, и потерпеть что-то, либо сразу. Напоследок, буквально один вопрос. Еще понятно, что вот эта турбулентность, она сейчас происходит, еще рынок никак не отреагировал. Но вы с 2011 года вообще вот в этой сфере застали кризис 2014 года, с первой санкции, еще что-то. Понятно, что экстраполировать на 100% не получится, но хочется услышать хоть какой-то прогноз, что будет в ближайшее время с рынком труда, и как себя в этой ситуации вести, может быть, что-то посоветуйте соискателям и работодателям. Отвечая на первый вопрос, какую-то более-менее определенность мы ожидаем увидеть уже в апреле. Тогда хотя бы мы более-менее будем понимать, что происходит с рынком. И к середине лета примерно уже произойдут какие-то движения. Либо компании, которые у нас приостановили деятельность, будут высвобождать персонал. Произойдет глобальная миграция людей в другие отрасли, которые разойдутся, можно сказать, по тем, кому нужны сотрудники. А в дальнейшем переориентация, ну и так далее. Собственно, это все, опять же, с оговорочкой, что не будет дальнейшей эскалации внешнего фона. В период неопределенности обычно мы не советуем радикальных решений. Надо дожидаться, когда развеется туман, и будут понятны последствия. До этого времени лучше пока без веских причин работу не менять. И мы уже говорили, что в 20-м, как это было в 20-м, но сейчас это действительно вновь правда. Похожего кризиса мы не проходили. Это требует от нас высокой скорости, быстрого обучения, переобучения, психологической устойчивости от всех, не только от тех, кто ищет работу, но и тех, кто ее сохраняет. И рынок труда меняется, уже сейчас сокращается, растет конкуренция за рабочее место. И поэтому критически важно сфокусироваться на поиске работы и расширять зону ответственности, если человек трудоустроен в компании, чтобы укрепить свои позиции. Но если вдруг происходит ситуация, когда сотрудник попал под сокращение, то в этом случае необходимо знать свои права, консультироваться с юристом по трудовому праву, в частности при расторжении трудового договора в связи с ликвидацией организации, увольняемому сотруднику по общему праву выплачивается выходное пособие. Второе, что нужно сделать вольному сотруднику? Не опускать руки, готовиться к поиску новой работы, обновить резюмы, получить рекомендации, посмотреть на рынок, где есть работа, соответствует ли квалификация. Ну и можно рассмотреть в том числе и неполную занятость, или фриланс, проектную работу, временные контракты. Даже в непростой экономической обстановке есть достаточно примеров, когда трудности оборачиваются шансами. Главное – уметь ими воспользоваться. Ну, часть этих шансов точно найдут на ХХРУ. Welcome. Спасибо большое, Ксения. Да, ну и, мне кажется, еще один важный, наверное, сюда больше, вот в эту, к телезрителям, один из важных пунктов, которые нужно сейчас подтягивать. Учите китайский, мне кажется, лишним, тем более сейчас это не будет. Спасибо большое, Ксения, спасибо за эту беседу. Дальше будем с вами также на связи, онлайн или оффлайн, когда будете у нас в городе. Потому что, да, ситуация меняется, подвижки меняют законодательства, меры поддержки, все это. Нужно держать руку на пульсе, хочется вот с такими экспертами, как вы, почаще по такому поводу коммуницировать. Спасибо огромное. Друзья, напоминаю, у нас в гостях, у нас в гостях, с нами на связи, из Владивостока была Ксения Аверина, директор дальневосточного филиала компании Headhunter. Это был проект «Смотри, Хабаровск». Подписывайтесь на нас во всех социальных сетях, под всеми, я подразумеваю, Telegram, Русьюб, YouTube, во всяком случае пока, Яндекс.Дзен, да много где. В общем, сами знаете, что там Роскомнадзор нам еще разрешает. Меня зовут Дмитрий Павленко, я с вами прощаюсь. Удачи вам, не паникуйте, все будет хорошо, работаем. Спасибо. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова